книга открытым оком тема христос бог вопрос сорок восьмой том 1 иисус когда был ребенком был ли всезнаешь всеведущ как бог или он рос и исполнялся при мудрости как в познании и всеведении соотносятся человечество и божество христа отвечает игнать тихон челапкин иисус христос есть истинный бог и истинный человек и одно другое не подавляло как человек он имел такую же бессмертную только безгрешную душу ограниченную пространством и временем книга откровение 15 глава 4 стих кто не убоится тебя господи и не прославит имени твоего ибо ты един свят все народы придут и поклонятся пред тобою ибо открылись суды твои как бог он был одновременно и во чреве девы марии и в аду и на небе говорить о том соотношении человечества и божества никто не может ибо это тайна принадлежит богу послание филиппийцам 2 глава 6 стих он будучи образом божиим не почитал хищением быть равным богу послание кремлянам 11 глава 34 стих ибо кто познал ум господень или кто был советником ему будучи ребенком как бог он был всезнающий и всюду а как человек ребенок он возрастал в премудрости рядом с вагоном бегут провода римской дороге столбы стонут от ветра как будто тогда здесь умирали рабы на римских дорогах рабов распинали им крест эшафотом служил но умер христос и над нами то знамя в нем знак вечной жизни ожил но только не образом раз рабских терзаний но жертвенной высшей любви пропитанные кровью омытые слезами на нем распинали равви с тех пор этот крест на крещеном младенце хранитель до смертной доски крылатое слово на визах священства как знак неземной красоты стоит над могилы чудной звездою маяк живоносный во мгле он высшей любви нас пленил красотою спасительный знак на земле в тяжелые дни этот крест испытания решеткой вмурован он в свет на окне допросы истерна и лу из лжи обещания крестом распинались на мне к двенадцати подходит на часах все взвешено на божиих весах и не минуты время не продлится земля загорит и снова обновится игнатий лапкин тюрьма 1980 год